Создать компьютер или телефон? Легко. Как в КФУ прошел День молодежи? Последний звонок для школьников из Лисичанска. Как работает кондиционер? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Мартынов. В Казанском федеральном университете продолжается приемная кампания. Преимущественное право на поступление в Институт международных отношений КФУ получили победитель и призеры второго сезона историко-культурного конкурса «Тархан». Вчерашние школьники, победители и призеры финального этапа, очного тура, имеют право льготного поступления на профиль «История тюркских народов» в направлении «История Института международных отношений». Установленные льготы действуют для приемной кампании 2023-2024 года. В Казанском университете учились и работали такие выдающиеся ученые, как Николай Лобачевский, Александр Вишневский и Александр Бутлеров. Хотя с тех пор прошло много лет, их традиции перенимают нынешние ученые. Научная работа в Казанском федеральном университете – неотъемлемая часть учебного процесса. Над чем работают современные исследователи? Расскажем далее. Я интересовалась, мама мне рассказывала о своей работе. В три года я выговаривала слово «сихр» за трон, поэтому, можно сказать, все было предопределено. Хотя значительную часть своего студенчества Анелли Кадиковой и посвятила спортивной карьере в футбольном клубе «Рубин», ее сердце всегда было предано одной лишь науке – родители девушки – физике. По их стопам Анелли пошла осознанно. О том, что учиться будет нелегко, догадывалась, но жаждала этого всей душой. В этом году девушка закончила университет, но покидать его не планирует. Уже второй год она работает здесь же, в лаборатории Института физики. Анелли признается, хотя и на учебе, и на работе коллектив состоит из мужчин, сложностей, как таковых, у нее не возникает. Здесь больше играет не пол, не возраст, а именно то, как ты себя проявишь, то, с какой стороны ты себя покажешь. И это выходит на первый план, тем более мы занимаемся такими вещами, в которых совершенно не важно, кто ты и откуда, важно, какую ты пользу привнесешь и что ты из себя представляешь. Несмотря на достаточно молодой возраст, Анелли уже руководит исследованием. Вместе с командой она изучает тонкопленочные системы, перспективные в спинтронике. Это направление сейчас актуально как никогда, поскольку именно оно задействовано в создании компьютеров или, к примеру, телефонов. Если говорить проще, Анелли занимается улучшением оперативной памяти устройств. Все мы пользуемся множеством данных. Нам нужно хранить информацию, записывать ее, стирать ее. Магнит-резистивная память – это оперативная память, которая за счет своей энергонезависимости и компактности сможет сочетать в себе такие свойства, как компактность и быстродействие. При этом, когда у нас случается электричество, все будет сохраняться, все данные не нужно перезаписывать. И, соответственно, если нам нужно хранить какие-то важные данные, здесь на первый план выходит магнит-резистивная память благодаря своей надежности. Это актуально не только для обывателей, которым нужно свои фотографии хранить, например, для воспоминаний. Это актуально для военных баз данных, для баз данных каких-то крупных предприятий и также системы хранения информации у самолетов, те же самые черные ящики. Самое большое количество лабораторий, занимающихся исследованиями в данной области, сейчас находится за рубежом. Они объективно на несколько шагов впереди. Однако, как отмечают сами ученые, все еще может измениться. У нас микроэлектроника не так сильно развита, и все-таки эти научные исследования нужно продвигать в жизнь, в производство. И, конечно же, поэтому мы немного отстаем, но, я думаю, сейчас ничто не мешает нам догнать импортозамещение. Это вообще передовое направление развития науки. Поэтому, мне кажется, актуальность данного направления повысится. Серьезные затруднения вызывают то, что материалы, с которыми работают ученые, достаточно новые. Значительную часть времени занимает их изучение и создание подходящих сочетаний. Проблемы могут возникнуть и на этапе производства. Поэтому пока что все рассматривается с теоретической точки зрения. Мне кажется, пока нужно с научной точки зрения это все исследовать и, соответственно, получать научные гранты. Ну и потихоньку двигаться в сторону производства, чтобы показать, что мы готовы, мы хотим работать, мы хотим производить это все в больших количествах для народа. Проект ученых уже поддержан грантом «Студенческий стартап». В перспективе Анеля планирует подать заявку на гранты Российского научного фонда и фонда содействия инновациям. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Как в Казанском федеральном университете прошел День молодежи, расскажем далее в сюжете. 27 июня на территории Российской Федерации отмечается национальный праздник – День молодежи. Изначально праздник отмечался в последнюю субботу июня, однако позднее Борельс Ельцин, первый президент Российской Федерации, перенес торжество на 27 июня. В некоторых регионах этот праздник до сих пор отмечается в последнюю субботу первого летнего месяца. В Казани День молодежи отметили 24 июня в экстрим-парке Урам. Казанский федеральный университет не остался в стороне торжества молодежи. Так, в Малом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» прошло подведение итогов реализации молодежной политики и воспитательной деятельности за 2022-2023 учебный год. Храм науки и образования – это и центр воспитания подрастающего поколения, где формируется личность человека. И в этом смысле то, что вы делаете, вы делаете благое, великолепное дело. В начале мероприятия для гостей провели экскурсию, где рассказали о студенческих объединениях. Здесь были представлены столы, где каждый участник движения рассказал о своей проделанной работе. После интерактивных площадок гости направились в малый зал, где были подведены итоги работы Департамента молодежной политики Казанского университета. Как отмечается, все силы подразделения молодежного движения направлены на то, чтобы студенты, выходя из университета, точно знали, где они могут реализовать свой потенциал. Департамент по молодежной политике каждый год старается ввести новое направление для студентов, чтобы расширить кругозор молодежи. Мы понимаем, что студентов в Казанском федеральном университете больше 40 тысяч, чтобы постараться сделать так, чтобы найти возможности для каждого. Поэтому у нас больше 100 общественных организаций и объединений. Мы смотрим за тем, насколько студенту действительно, что ему интересно. Поэтому создаются новые направления. Допустим, в этом году было создано фиджитал направление, и фиджитал спорт развивался. Мы увидели, что студентам очень важно, чтобы они их слышали и чтобы обмениваться мнением. Также важной частью торжества стало награждение студентов и преподавателей за вклад в развитие молодежных организаций. Здесь были отмечены активисты из разных институтов нашей Альма-Матер. Важно отметить, что принимая участие в молодежных движениях, студенты обращают внимание не только на будущие возможности за пределами вуза, но и в стенах Казанского федерального университета. Этот симбиоз, эта совокупность рождает ту атмосферу, которая сегодня есть в федеральном университете. Я бы отдельные слова благодарности сказал бы всей команде Казанского федерального университета за то, что, несмотря на свои грандиозные размеры, Казанский федеральный университет сохранил семейную обстановку. Важно, что в Казанском федеральном университете развитию молодежи отводится большое внимание, так как именно в руках студентов наше будущее. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел последний звонок для школьников, прибывших из Лисичанска, где им вручили аттестаты об окончании среднего общего образования. О том, как прошло мероприятие, расскажем в следующем сюжете. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла аттестация школьников, прибывших из Лисичанска еще в январе 2023 года в университетскую школу для продолжения обучения. Им предоставили комфортные условия проживания и составили персональный план обучения, выделив для этого несколько отдельных классов. Школьники упорно трудились и смогли сдать единый государственный экзамен. С окончанием школы, беззаботного детства и шумных перемен, а также хорошими результатами ЕГЭ, выпускников поздравил министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиулин. Огромное спасибо коллективу университетской школы, которые за эти дни были главными воспитателями в жизни, потому что они же здесь сюда приехали без родителей. Они жили, они учились, они их кормили, обували, одевали и очень приятно. Сегодня настолько благодарны родителям, настолько благодарны сами выпускники. Это вот в одной семье, в семье, когда царит дружба, согласие, мир, можно говорить спасибо друг другу и пожелать успехов. В честь этого прошла торжественная церемония выпуска, где школьникам вручили аттестаты и пожелали всего самого наилучшего. На мероприятии были и родители учеников, за плечами которых была долгая дорога. Однако никто из них не унывал. В тот момент их грела радость за своих детей, которые успешно окончили школу с хорошими баллами ЕГЭ. Замечательный день. Наши дети наконец-то закончили 11 класс. Очень мы довольны, что мы попали в республику Татарстан, в город Елабога, в университетскую школу. Учителя очень хорошо подготовили наших детей. Дочка одна из учеников сдала ЕГЭ и довольно-таки хорошие баллы получила. И я уверена, что она поступит в Казанский университет на специальность, именно на ту, которую она давно мечтала и хочет. Университетская школа выпустила 50 учеников, которые начали свое обучение в Елабоге в январе этого года. Сегодня в руках у каждого из них аттестат. Окончание школы – это один из самых трудных этапов в жизни вчерашних школьников. Впереди у них поступление в вузы и множество планов, которые нужно реализовать. На дворе лето, а это значит, что пришла пора жары и духоты, от которых нас берегут кондиционеры. Но как же работает это чудо, которое спасает нас в теплое время года? О принципах работы кондиционеров расскажем далее в сюжете. Существует множество стереотипов и предубеждений, связанных с использованием кондиционеров. Большинство из них сводится к тому, что сплит-системы вредны для здоровья человека. Но что такое кондиционер? Если говорить простым языком, то это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Помимо этого, сплит-система предназначена для очистки воздуха от нежелательных частиц, а также для снижения или повышения температуры воздуха. Кондиционер или любая холодильная машина представляет собой элементарный трансформатор теплоты. Трансформатор теплоты, который направлен на охлаждение какой-либо среды. Обратное действие – это тепловой насос. Сам кондиционер разделен на две части. Внешнюю, которая находится на улице, и внутреннюю, которую мы привыкли видеть в помещениях. Между двумя частями кондиционера зациклен процесс протекания халогента или фреона. Это рабочее вещество имеет такую температуру кипения, при которой происходит давление с атмосферой. С учетом разницы температуры в комнате, халогенты испаряются. Если же температура кипения достигает порядка 30 градусов, то происходит конденсация. Состоит из четырех принципиальных частей. Это компрессор, из которого, скажем так, начинается путь хладагента. В этом компрессоре хладагент сжимается, поступает в таком виде в внешнюю часть. Хладагент поступает в газообразном состоянии при комнатной температуре и давлении 1 атмосфера. В компрессоре хладагент сжимается, нагревается до температуры где-то градусов 80-90 и давление около 30 атмосфер. Поступает в таком виде в внешнюю часть, находится радиатор, и в этой внешней части конденсационера хладагент конденсируется, потому что он охлаждается уже от 80 градусов до уличной температуры. Теплообменник, который называется конденсатором, где за счет отвода теплоты наружу или промежуточному теплоносителю происходит охлаждение паров этого хладагента. За счет охлаждения, естественно, он конденсируется и превращается в жидкость. Но, естественно, он превращается в жидкость, опять же, с частическим паром, потому что процесс у нас не идеальный. Но давление при этом не меняется. И вот теперь, чтобы вернуться к исходному циклу, нам необходимо понизить давление. Далее хладагент попадает в дроссель, тонкие капилляры, за счет которых происходит снижение давления. После чего фреон попадает во внутреннюю часть кондиционера при давлении одной атмосферы. В завершении после дросселя хладагент вновь попадает во внутреннюю часть сплит-системы. Через эту внутреннюю часть продувается воздух из комнаты. Из помещения поступает теплый воздух, который обдувает часть кондиционера. В ней хладагент испаряется и поглощает тепло. Именно за счет этого и снижается температура. Иными словами, идет такой постоянный воздухообмен. Воздух из комнаты протекает через кондиционер, охлаждается за счет взаимодействия с фреоном. Нагретый воздухом из комнаты фреон перетекает во внешнюю часть кондиционера на улице. У нас он испаряется, на улице он конденсируется и, соответственно, отдает тепло окружающей среде. Вот таким образом и работает кондиционер. Процесс охлаждения хладагента, там стоит вентилятор мощный. Вот выносной блок, который на стенке вешается, это на самом деле вентилятор. Весь процесс охлаждения воздуха помещения осуществляется на внутреннем блоке. Отметим, что современные кондиционеры работают не только на охлаждении помещения, а также на то, чтобы согреть пространство или осушить воздух. Все эти режимы работы основаны на тех же эффектах. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok